Всем привет и добро пожаловать в Анатомию Командных Композиций. Время от времени мы будем рассматривать различные композиции. Дайв-композиции, стандартные композиции, паук-композиции. И начать мы хотим именно с дайв-композиции. И с того, что конкретно позволяет работать дайв-композиции в текущей мете. В первую очередь, вам нужны три основных компонента. Мобильность, сильный контроль и, самое важное, урон, чтобы убить главную цель. Отличным примером является композиция Cloud9 против Clutch Gaming. У них есть Шен, Ноктюрн и Галлио, у которых отличные ульты, чтобы напрыгнуть на Сивир Пиглета в Clutch Gaming. Итак, посмотрим запись. Очень хороший пример — то, как они исполнили это около дракона. Как только они увидели Сивир на ворде, тут же используют свое абсолютное умение Ноктюрн, мете с ультой Шена, и, как вы можете видеть, Галлио готов присоединиться к своей ультой и создать для них еще больше пространства. Два этих чемпиона — пил-чемпионы, которых Clutch Gaming взяли на драфте, чтобы попытаться защититься от подобных врывов. У Лисина есть возможность отбросить ультой, Алистар будет стараться использовать свой удар головой и сокрушение. Давайте продолжим смотреть. Мы видим, что Ноктюрн пролетает мимо Алистара, который промахивает со своей комбой. Лира даже не успевает использовать свой ультимейт. Резал и Сенскерен оба используют свои скачки. Низкий ультой окончательно отрезает вражескую команду от основной цели союзников, которую в итоге очень легко уничтожают. Как только основная цель уничтожена, задача для дайв-композиции выполнена, и вся вражеская команда разбегается и не представляет больше никакой угрозы для вас. В этом и есть основная идея. Итак, перейдем к некоторым условиям победы для данной композиции. Они довольно простые для дайв-композиции. В начале вам нужно агрессивно расставить тотемы обзора между объектами и в лесу, чтобы иметь возможность налететь на вашу цель и застать ее врасплох. Также вам нужно играть такой композиции против немобильных керри. Отличными примерами будут Зерат и Эш. И у нас есть отличный пример того, как против Power of Evil из ЦЛГ оптики взяли отличный сетап для того, чтобы уничтожить Зерата. Камиллу, Лиссандру и Леону. Все они очень хорошо могут это исполнить. Давайте посмотрим другую запись, на которой вы сами все увидите. У оптиков есть очень хороший обзор во вражеском лесу. Power of Evil, их главная цель, которую они все время держат в голове, проходит прямо по этому ворду. А вы уже видите, как Дардог смотрит прямо на него. Также и у Леона и Лиссандры готовы скачки и абсолютные умения для уничтожения этого парня. Посмотрите на миникарту. ЦЛГ очень сильно рассредоточены, поэтому той скорости, с которой оптики могут уничтожить Зерата, хватит, чтобы ЦЛГ даже не успели среагировать. Смотрим дальше. Дардог летает на Камилле, происходит обмен скачками. Хигстековый ультиматум — отличный ульт для таких случаев. К тому же оптики используют телепорт. Участие всей команды очень важно для работы дайв-композиций. Продолжим смотреть запись. Power of Evil уже использовал скачок и очищение, но это уже не важно. Все трое уже использовали свечки за ним, использовали абсолютные умения и уничтожили этого Зерата. И снова, как только сердце композиции ЦЛГ было уничтожено, все его союзники разбежались и были вынуждены отдавать объекты. И это именно то, как вы должны получать свое преимущество в дайв-композиции. Также, если вы хотите использовать дайв-композицию в своих играх, есть некоторые вещи, которых стоит вам избегать. Не стоит использовать данную композицию в мете, где такие саппорты, как Жанна и Лул, очень сильны. Также вы можете потратить баны на таких мобильных стрелков, как Эзреаль и Люциан, так как вы не хотите тратить время на погоню за ними. И на этом заканчивается первый эпизод про командные композиции. Чтобы не пропустить следующий эпизод, не забудьте подписаться на мою группу и канал на ютубе. Всем спасибо за просмотр и пока.